МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Оландынский школьник Светогор Буянин поздравил Дональда Трампа с избранием президента США и пригласил его в гости в Олан-Удэ. И юный Олан-Удэнец также задал вопросы новому президенту Америки, хотят ли американцы войны с Россией. Здравствуйте, в эфире программа «Богдаев». И мы сегодня пригласили отца юного Олан-Удэнца, Светогора, Евгения Буянина. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте. Вы являетесь законным представителем сына, Светогора, и поэтому несете прямую ответственность за поступки своего ребенка. Светогору 8 лет, но и вы осознаете и отдаете отчет тому, что он сказал в Ютубе. Если приглашение будет услышано, и гипотетически Трамп согласится приехать в Олан-Удэ, где вы собрались его размещать, как его будете встречать и так далее? Полностью отдаю себе отчет. Я считаю, что будет полезно, если Дональд Трамп к нам приедет. Ведь это сразу же федеральная, республиканская власть начнет суетиться. Здесь и дороги подправят, и фасады домов на магистральных улицах покрасятся. Ну, то есть это будет плюс. Создадут какую-то показуху, вид, но это все равно будут вложены деньги. Что касается, где встретить. У нас же, я могу встретить в своей квартире, но, наверное, все-таки такого высокого гостя надо встречать в более хорошей атмосфере, более качественной. Для этого же у нас и построен, по крайней мере, декларировалось, гостевой дом в Сотниково. Сколько там, там же не все пьянство этим каким-то чиновничкам. Вот, пускай высокого гостя там и принимают. Ну, и заодно мы с сыном там будем, может, наша семья будет. У меня два сына, ну, жена, раз он приедет, теоретически. Ваша инициатива мне напомнила одну публикацию, которая была в 80-е годы. Там одна советская молодая семья назвала свою дочь Индирой. И написала Индире Ганди, премьер-министу Индии, об этом. Но Индира Ганди была очень обрадована и сделала ответный жест. Пригласила эту советскую семью в гости в Индию. Поэтому вот чувствуется какой-то вот такой потребительский корыстный интерес, что ли, с вашей стороны. Потому что вот Ситогор говорил о том, что вот, я далеко живу от Вашингтона, поэтому сам приехать не смогу. Как бы намек, получается, на ответный ход со стороны Трампа, так? Ну, возможно, частично это присутствует, но это не мой корыстный интерес, а его. Он же изучает английский язык. Он хотел бы пообщаться с носителями языка. У нас в Улан-Удэе, в Бурятии, ну, мало носителей английского языка. Поэтому, ну, вот так сказать. И еще, что мне напомнило вот это выступление в Ютубе, этот видеоролик, послы мира. Помните, в 80-е годы была Саманта Смит, американская школьница, которая приехала по приглашению Андропова, да? Насколько я помню, Советский Союз. Мы в ответ отправляли Катю Лычевую. Я вот помню, будучи пионером, я восхищался, значит, поступком Кати Лычевой. Советская пресса очень долго смеялась о том, что, значит, во время встречи с Рейганом Катю Лычевую обыскали там на предмет наличия взрывчатых веществ и так далее. То есть, надо ли полагать, что сегодня международная ситуация такова, настолько холодные отношения, ну, фактически холодная война, два у нас в мире, что необходима вот детская миссия, что ли, детские послы мира? Да, кстати, по поводу Саманты Смит, я держал в голове Саманту Смит, я знал ее историю, правда, трагический финал у нее был, там разбилась, да, на самолете с отцом. Но она ведь хорошую миссию выполнила, Саманта Смит, ну, Катя Лычева в меньшей степени. Она заставила задуматься и привлечь внимание мировой общественности, что вот такая напряженность, она ни к чему хорошему не приводит. То есть, человечество стояло ведь тогда на грани ядерной катастрофы, да, то есть, нацелены ядерные боеголовки были, две великие сверхдержавы. Сейчас то же самое, очень похоже, то есть, мы там свою оборонку подняли, да, показываем свою мощь, там, включая в Сирии, да, что показали мощь, они там ужаснулись на Западе. Они, значит, окружили нас войсками НАТО, военными базами. Поэтому это все, это очень, это человеческий фактор, то есть, у нас же на пульте, на кнопке держит, там, неизвестно, какой человек, что ему в голову придет, он возьмет, нажмет на эту кнопку. Поэтому нужно все-таки, нужна разрядка. Пока взрослым дядям и тетям не получается нормализовать отношения, вот почему бы детям не заняться детской дипломатией? Может быть, оно и эффективнее будет. Знаете, моя мама в детстве очень хотела, чтобы я был дипломатическим работником. Покупала для меня газету «За рубежом». Поскольку детских книг был тогда дефицит, я читал от корки до корки эту газету, но в результате никакого дипломата от меня не получилось, наоборот, радикал. В результате получился из меня радикал. Я почему вспомнил эту ситуацию? Кем бы вы хотели, чтобы был ваш сын Святогор? Вы намерены его приобщаясь к политической деятельности фактически? Нет, дело в том, что он сам, когда станет совершеннолетним, или близко к старшим классам школы, он сам определится, кем он будет. Но моя сейчас цель, как отца, сделать его гармоничной, развитой личностью. Но он у вас, я понял, музыкант, играет на балалайке. Он в три года начал читать. Я так, может, слишком хвостостого воспринимается. Но реально, это наши. Мы применяли ранние методики чтения целыми словами, а не буквами. Сейчас ходит музыкалка, уже лауреат международных конкурсов. На английский ходит, плавать начал в пять лет. На коньках и на велосипеде в четыре года научился. То есть, сейчас моя цель, как родителя, воспитать в нем гармонично развитую личность. Потом он сам определится уже с профессией. Но я не уверен, что это политика обязательно. Да, я на днях побывал на вашей странице, на профиле в фейсбуке. Посмотрел очень много видеороликов с участием вашего сына. Но, снимая шляпу, вы образец настоящего, истинного отца, любящего папы, вкладывающего в свое ребенка. Очень многое. Поэтому, разрешите пожелать вашему сыну, Святогор, ты замечательный мальчик. Я надеюсь, что с таким папой и с твоим рвением и умением, инициативой и трудолюбием, ты станешь большим, хорошим человеком. Ну, а мы возвращаемся к политике. Буквально на днях на сайте Азия Рашиды я прочитал информацию о том, что в ответ на инаугурацию Дональда Трампа, американцы на северо-восточных провинциях, на границе с Россией, с Дальним Востоком, разместила свои стратегические ракеты Денфен-41. Дальность полета 14 тысяч километров. То есть, они могут легко долететь как до Москвы, так и до Вашингтона. Ваша точка зрения, Вы все-таки у нас общественные деятели, профессионально занимающиеся политикой. Действительно, сейчас мир опять катится, видимо, к грани какой-то вот международной катастрофы, что ли. Опять всерьез заговорили о термоядерной войне, о противостоянии Америки и Китая. Где место России в этом противоборстве? Спасибо за вопрос. Вместо России, все-таки, мое личное мнение, я сейчас достиг того возраста, когда я свободно, считаю, озвучиваю свои мысли, считаю, уместным. Да Вы всегда свободно выражали свою точку зрения. Значит, раньше я все-таки какие-то партийные пытался в рамках быть идеологией. Сейчас я независимый общественно-политический деятель, ни в какой партии я сейчас не состою, поэтому буду говорить то, что считаю нужным. Независимый, потому что от Вас ничего не зависит? Потому что я ни в какой партии не состою. Понятно, так. Хотя в этой шутке есть доля правды, от граждан России это мало что зависит, по-честному. Все решается в Кремле, в режиме ручного управления, и мы, так скажем, а большинство населения на выборы даже не ходят. Так и где же место России между противостоянием Запада и Востока? Между Америкой и Китаем? Кто наш стратегический союзник с Вашей точки зрения? С моей точки зрения, все-таки, как это ни парадоксально звучит, и может быть даже крамольно звучит, исторически для России неизбежна интеграция в западную цивилизацию. Просто потому, что большинство населения России это христиане, носители христианских ценностей. Мы европейцы. Хоть мы живем, большая часть страны находится в Азии, но мы европейцы, ментально. Поэтому, как ни крутин, у нас выход один, интегрироваться в евроатлантическую цивилизацию. То есть Соединенные Штаты Америки, Канада, Германия, Франция, ну вы знаете, Западная Европа вся. Либо, значит, у нас есть, мы будем пытаться сохраниться как самостоятельная сила, грубо говоря, ну как лузеры. У нас не развитая экономика, что же говорить откровенно. Там высокие стандарты жизни на Западе. Китай, кстати, тоже низкие стандарты жизни. Ну что мы хотим, с ними что ли? Мы в итоге просто растворимся. Их полтора миллиарда, нас 150 миллионов даже нет. Ну и кем мы будем, если мы будем с ними дружить? Евгений, в декабре я побывал в Китае впервые. Съездил во внутреннюю Монголию, автономный район, там, где живут шинехинские буряты. Во внутренней Монголии где-то порядка 28 национальностей проживает. И как раз вот Китайская Народная Республика проводит политику поддержки национальных меньшинств. Ну что будет плохого, если будет автономный район Россия в Китае? Будет грамотная национальная политика в отношении, значит, российского меньшинства, скажем так, да? Может все-таки с Китаем? А смысл? У них уровень жизни на несколько порядков ниже, чем в Европе и в Соединенных Штатах Америки. Но будем паразитировать на трудолюбивом китайском народе. Кому-то работает жанабе. Будем петь, плясать, сочинять песни, писать книги, заниматься духовным творческим. Скорее они нас заставят на себя пахать. Нас русских. Ну и бурят тоже. То есть чем они на нас будут работать. Это все наши мифы, наши иллюзии. У них есть свои жесткие интересы. Их полтора миллиарда, им там тесно. Им не хватает полезных ископаемых. И вот Россия рядом. Сибирь, Дальний Восток, нефть, газ. И мало населения. Это же ежу понятно, что они мечтают об этих территориях. Чтобы захватить их. Запад тоже мечтает. В свое время Марго Тыч говорил, что в России достаточно 8 миллионов населения, для того, чтобы обслуживать нефтяную трубу. То есть если мы с Западом, так они наоборот проведут. Они и проводили в 90-е годы политику фактического геноцида в отношении россиян. Но сократят нас до 8 миллионов, чтобы мы обслуживали эту трубу. Что лучше-то? Может лучше нас будет сотни миллионов, но с Китаем. Чем будет 8 миллионов, но с Западом. Или вы готовы на сокращение численности российского населения? Нет, я как раз сторонник того, чтобы наше местное население, население в России, русские, бурят, татары, чтобы размножались. Но не хотят на Западе этого. Говорят, слишком много вас. Для того и существует власть в России, в Кремле, чтобы договариваться, чтобы не было такого. Почему они не эксплуатируют Швецию? Вроде бы даже ядерного оружия у Швеции нет. Исландию. Те все нормально живут и высокий уровень жизни. Почему России нельзя так сделать? Значит, что-то в нашей власти не так. Все так. Я вот в январские каникулы съездил в Монголию. Очень высокий там авторитет у Путина. Вот простые монголы говорят, нам бы такого президента, как Путин. Он фактически сделал Россию державой номер один. Действительно, за границей. В военном смысле. Только в военном. В военно-политическом смысле. А в экономическом где держава? В энергетической империи. Помните, Сурков провозглашался? Россия нефтяная энергетическая империя. Сурков много чего провозглашал. Не факт, что это является истиной в последней инстанции, что там говорил Сурков. Великая держава должна зиждиться, строиться, основываться, в первую очередь, на сильной экономике. У нас сильной экономики нет. Как ни крути. Продаем нефть, газ, а производить кроме оружия ничего не производим. Смотрите. Телевизоры у нас все импортные. Автомобили все импортные. Пылесосы импортные. Даже, извиняюсь, жвачки и презервативы не научились производить. Какая может быть великая держава? Это колосс на глиняных ногах, по-честному. Женя, вы меня, конечно, очень удивили. Столь либеральные речи. Поскольку я помню, вы в свое время возглавляли местное отделение партии Родина. Говорили как раз о самодостаточности России. О ее фактической международной изоляции. О том, что мы собственными силами готовы и способны встать на ноги. Сейчас совершенно диаметральные вещи. И это меня очень-очень удивляет. Нет. Мы, в принципе, это способны. Но у нас и власть не позволяет это сделать. Вот в чем дело. У нас же олигархический строй. Они же не заинтересованы. В сталинское время действительно за короткие сроки страна провела модернизацию экономики. Много заводов было построено. Она стала действительно фактически самодостаточной. Но сейчас-то этого нет. Грубо говоря, за столько лет пребывания Единой России у власти. Где заводы-то? Где мы видим их? Их же нет. Евгений, все понятно. Еще одну тему, которую я хотел бы затронуть с вами, это ваша инициатива во время думской кампании. Вы выдвигались к кандидатам по партийному списку от партии Родина. И выступили с меморандумом или с обращением к президенту Путину с предложением укрупнить Бурятию и создать на базе трех регионов Иркутска, Бурятия и Читы единый байкальский регион. Супер-регион. Байкальская республика. Байкальская республика. Но учитывая то, что у нас федерация, это она такая у нас многоступенчество, и республики есть, и области, и края. Почему вы выбрали форму республики? Ну, республика, вообще, не надо его слово бояться, республика. Мы, во-первых, привыкли, да, жители республики Бурятии, привыкли к этому слову. И, во-вторых, я посчитал бы, что это некое такое, не только я посчитал, а многие жители Бурятии, если назвать ее краем, объединенный регион, или там областью, ну, это будет некий такой элемент унижения, что ли. Да, принижение. Да, принижение. Поэтому, что плохого в названии республика? Соединенные Штаты Америки, штат, это на самом деле штат, это вольный перевод, называется стейт, государство. Соединенные государства Америки. Зачем? Ну, будет там республики, пускай они все называются, я даже, может быть, крамольную еще раз мысль выскажу. Иркутская область, пускай называется Иркутская республика, ну, вернее, не Иркутская, а, допустим, Рязанская область, Рязанская республика, Смоленская республика, Московская республика. Не надо бояться этого слова. Что касается разных статусов, вы сказали, называется асимметричная федерация. Но такого нигде в мире нет. Все субъекты федерации должны иметь одинаковый статус. Совершенно верно. Я за это и выступаю. Я предложил, почему. Более эффективно, но не тянет ни Республика Бурятия, ни Забайкальский край, они не являются самодостаточными экономически. Ну, а зачем мне держать их? Для того, чтобы были губернаторы их аппараты, но это им выгодно. А нам-то, простым жителям, что Иркутская область, что Бурятия, что Забайкальский край, нам, в принципе, извиняюсь за выражение, по барабану. Да, как это называется? Главное, чтобы мы хорошо и качественно жили. Евгений, ответьте мне на вопрос. Где вы видите политический центр суперрегиона? Мое личное мнение, что Улан-Удэ. Просто даже в силу того, что географически ближе к центру этого объединенного региона будет город Улан-Удэ. Вот ваша инициатива получила неожиданный отклик. Буквально вчера я прочитал на сайте Бабр.ру, это иркутский сайт, статью о том, что, возможно, многоходовка Кремля, слив трех губернаторов, в единый Байкальский край. И что новым губернатором может стать Баир Жамсуев. Знаете, такого политического деятеля, лидера, значит, Агинского округа. И очень любопытное, значит, высказывание журналиста про Баира Жамсуева. Он пишет, что при нем безболезненно прошло объединение Аги с Читой. И еще одно его качество — сговорчивость, пишет журналист. В свое время он был против ликвидации Аги, а потом вдруг передумал. Укротить национальные вольнения поможет объединение бурятского народа. И первый губернатор Бурят написан. У нас что, вопрос губернаторства Бурята действительно на повестке дня? Ну да, многие жители Бурятии... Вот вы как? Я общаюсь, они хотели бы, да, чтобы... Многие вы понимаете кого? Ну, в первую очередь, это национально озабоченные персонажи, у которых навязчивая идея, что... Главой Бурятии должен быть этнический бурят. Я, допустим, так не считаю. Я считаю, что должен быть профессионал. А если это будет бурят, пожалуйста. Если его народ изберет, пожалуйста. Ну, главное, что должен быть профессионал. А вот так навязчиво говорить, что вне зависимости от его деловых качеств должен быть именно этнический бурят. Ну, а если там последняя мразь какая-то будет, ну и что хорошего? Ну, будет он бурят. Ну, он будет не умеха, да, не профессионал, не компетентный. Ну, и что хорошего-то будет в этом? Должен быть эффективный менеджер, грубо говоря. Поэтому вот я и предложил Байкальская республика. Сами буряты должны быть только за. Почему? Потому что моя инициатива была, что государственными языками являются русский и бурятский. Это, наоборот, даже плюс. Бурятский язык увеличит, грубо говоря, ареал, в случае реализации моего идеи, ареал своего распространения. То есть, он будет, сейчас он государственный только в республике Бурятия, а там он будет государственный вот во всех этих трех регионах. Это же, а это же деньги, раз он региональный язык, ну, государственный, значит, деньги будут, учебники, программы выходить и прочее. Поэтому в бурятах только за. Против кто? Упертые бурнацики. Ну, бурнация, это же не профессия, не призвание, это диагноз, это люди, грубо говоря, на мой взгляд, ущербные, которые мыслят узко-кланово, по-феодальному. Они не смотрят в будущее бурятского народа. Вот, ну, вот, республика Бурятия есть, да, раньше называлась там, бурят монгольская. Ну, а именно в бытность ее, почему-то получилось, что 57% бурят этнических забыли свой родной язык. То есть, вывод какой, наличие собственной республики, как бы, декларативной, оно никак не влияет. То есть, оно, может быть, даже и в минус идет, в общем-то дело. Не о том должны буряты думать, бурятский народ. Я вот, как сторонний человек, я русский, но я уважаю бурят, у меня у жены есть бурятские корни, у меня прабабушка бурятская. Я считаю, что бурятскому народу надо мыслить, смотреть вперед, а не пытаться держаться за иллюзии, за фантик. Так, и о чем должны думать буряты и бурятский народ? Надо все-таки говорить на своем языке, возрождать язык, пытаться максимально. Ну, и размножаться, потому что, опять же, рядом Китай, который не дремлет. Рожать надо не одного-два, а по десять человек, как было в царские времена, и в русских семьях, и в бурятских. Вот об этом надо думать, и о качестве, и уровне жизни, а не об иллюзиях, которым она пытается все время говорить. Там, великая держава, престиж, ну, за что великую державу, на хлеб-то не намажешь. Ну, во многом, конечно же, можно согласиться с вашим высказыванием, поскольку на сегодня, наверное, буряты – это один из разделенных в политическом плане народов России. И, возможно, этот суперрегион позволит, наконец-то, объединиться бурятам в одном субъекте федерации. Вот именно. Единственное, что он называться будет, может быть, не бурять, а байкальский язык. Спасибо, Евгений, за плодотворный разговор. Ну, а мы напомним, что сегодня у нас в гостях в программе «Богдаев» был общественный деятель Евгений Буянин, который выступил с инициативой создания суперрегиона на базе Иркутска, Бурятии и Читы. А также прославился тем, что его сын Святокор поздравил Дональда Трампа с избранием президента США и сделал приглашение новому лидеру американского народа в наш Улан-Удэ. Всего доброго, до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!